Возвращаясь к тому вопросу по Навальному, там много есть с чем согласиться, там все, как бы, если бы это не он писал, я бы, я бы даже, может, и поверил бы во что-то, да, но когда ты прекрасно помнишь, как он вел свою политическую борьбу, абсолютно, вот он вменяет там, то есть, как бы это, в принципе, жабагадюкинг такой, вот он там говорит, да, пишет один из главных персонажей, отрицательных его этого письма, это Венедиктов, что он участвовал в подтасовке выборов, брал деньги у Путина, но тоже мне новость, он всю жизнь за счет Путина жил, но даже не в этом, где вся его эфа Москвы, и все они сейчас разбросаны по миру, это все птенцы гнезда фюреров, вот, но он, там же он пишет, тут же, да, вот он совершил преступление, Венедиктов, он участвовал в подтасовке выборов, всем это известно, брал деньги, но я не призываю его там расстрелять, я не призываю его посадить или даже побрить на лосо, вот, но просто хотя бы давайте воспринимать это трезво, как слушать, ну, и тут же он говорит про принципы, но если про принципы говорить, то тогда он должен прямо сказать, арестуйте Венедиктов в любой западной стране, он участвовал в подтасовке выборов в пользу Путина, он соучастник Путина, вот, что должен был сказать принципиальный Навальный, а он опять, он сам пишет про принципы и сам с них сдержает, то есть он пишет, он вменяет Венедиктову тягчайшее преступление, вот то, что сейчас Трампу вменяет, он вменяет Венедиктову, по большому счету, это преступление против государства, против общества всего, и это подтасовка выборов тягчайшее преступление, а там речь идет о сознательной подтасовке выборов, он вменяет Венедиктову, брал деньги вместе с Собчачкой, они участвовали в легализации незаконного голосования, то есть Путин выбран при участии непосредственно Венедиктова, который сознательно подтасовывал выборы, даже по русским законам, это тюрьма, самый большой срок причем, там больше, по-моему, только за шпионаж или одно и то же, да, и он говорит, ну ничего не надо, как бы, просто послушайте меня, не надо его трогать, он должен был сказать, арестуйте, допросите, как Путин пришел к власти, как выборы фальсифицированы, пригодится для трибунала, вместо этого он ничего этого не говорит, да, и я прекрасно помню, как он, человек, говоря сейчас о принципах, о том, что он говорит, а что нам теперь всем вступить в Единую Россию, значит, может быть лучше, вот он всех там упрекает за то, что они не принципиальны, а он принципиальный, но я вспоминаю весну, точнее осень, по-моему, 2013 года, когда он пошел на участие в выборах мэра Москвы, взяв голоса Единой России сам, ну как бы память не у всех, так у лягушек, да, ну я не знаю, кто там жил дольше, 15-го года, они помнят больше, но я, ну хотя бы те эпизоды, которые я помню, я прекрасно помню, он взял голоса, тогда систему они ввели, что можно, нужно предварительно собрать, по-моему, 10 тысяч подписей, естественно, он их не собрал, вот, и Единая Россия, там конкретные рты единоросские, которые сейчас за войну, за геноцид, они ему предложили взять деньги, взять эти вот подписи, он их взял, таким образом он зарегистрировался на, значит, на выборах, это следующий непринципиальный вопрос, там все письмо о принципах, поэтому будем говорить о принципах, вот, следующий, то есть, если бы не он писал, там все правильно, теперь дальше, значит, следующий компромисс... Извини, если бы это не он писал, то там все правильно. Да так зависит от подписи, извини, пожалуйста, а как? Ну, если бы Гитлер, Гитлер написал бы, я не знаю, я не сравниваю там с Гитлером, да, по масштабу разрушений, но, извини, если бы Гитлер написал там оду еврейскому народу, ты бы поверил? Я бы нет. Ну, как бы все его жизнь не соответствует. Я не написал, зачем Гитлеру писать оду еврейскому народу? Зачем, но почему нет? Вот если бы его арестовали... Он что, пытается в аду выиграть голоса евреев? В каком аду? Вот, например, его бы арестовали, как ты любишь, да, никто, его бы, он бы не погиб там, не отравился, никого там, ничего, его бы арестовали, он в тюрьме начал бы выкручиваться, искать себе сострадание, хотя бы морального, и написал оду еврейскому народу. Но в пункте стоял бы Адольф Кальтер-Брунер, ты бы не поверил Кальтер-Грубе, по-моему, как вот там, и господи, Шикли-Грубе, да? Я путаю эти две фамилии. Ты считаешь, это кто-то за него этот текст написал? Не в этом дело, я это вообще не обсуждаю, это мы далеко уйдем. Я просто говорю, что когда ты пишешь о принципах, и не вспоминаешь, и не извиняешься за свою, за свою беспринципность, это выглядит очень-очень странно, понимаешь? То есть это выглядит нечестно. Как тут верить? Чему тут верить? Это стиль западных политиков. Трамп все время удваивает. А я, вы что, вы доказываете. Это стиль. Это уже можно... Это стиль зоны. Вот это начальник доказания. Ну а где он сейчас находится, Навальный? Он находится в России, это двойная зона. Есть зона в зоне, есть Россия в зоне. Причем тут это, где он находится? Это что отменяет? Он же пишет о прошлом исключительно. Причем тут, где он сейчас находится? Но к кому он обращается? Кто его публика? Ну, в общем-то, никому. Я думаю, что это письмо очень важно, потому что на Западе все должны понять, что он неизлечим и что Россия неизлечима, потому что более беспомощного с политической точки зрения текста не существует. Он фактически очень довольно коротким текстом рассказал, что Россия неизлечима, что фактически все, конец. Мне кажется, что это для него сейчас имеет смысл, потому что, учитывая то, в какой ситуации он сейчас находится, для него говорить о том, что ситуация в крайности дошла, ну, естественно, он же вообще на грани жизни и смерти человек сам находится. Поэтому, когда он говорит вот это слово ненависть, я ненавижу, я понимаю, что, с одной стороны, это какая-то попытка в поэзию и в литературу, но, с другой стороны, он реально пытается разбудить людей. Потому что эти спящие, зомбированные люди, которые никто, кроме них, извините, решать эту проблему не будет, и ему нужно до них как-то достучаться. Ну, как еще? Вот, а теперь идет главная манипуляция в этом тексте, это подмена понятий. Он эту ненависть направляет в прошлое, либо в людей уже мертвых, либо в людей еще живых, но давно отыгранных. Но это нормальный трюк, вот когда застрелили кого-то, говорили, кто это сделал, вот он это и сделал. Нет, этот трюк может и нормальный, только о принципах, только о принципах, вот видишь, по-русски начал говорить «тока». Вот, только о принципах, тут речи нет никакой, понимаешь? Дело в том, что ненависть направляет ненависть. Я как-то скажу, очень, извините, хорошо, продолжай, ладно. Да, ненависть, это я про себя же, ненависть, это я сказал слово «тока», вот это они так глотают слова русские. Вот, они сами не замечают этого, да, но это правда заметно. Когда и слушаешь, особенно ты в Украине живешь, а здесь так не говорят, да. Вот, значит, так вот эта ненависть, направленная в никуда, это выстрел в молоко, это все равно, что я сейчас там пойду, портрет Ельцина сожгу, обоссу там, не знаю, порог подъезда Чубайса, а дальше-то что? Что ты предлагаешь? Ответ «ничего». Там нет ничего, политик не может ничего не предлагать, политик, который ничего не предлагает, ничего не предлагает, вот это, видишь, что начал по-русски говорить, опять началось. Он, значит, он не политик, он абсолютно пропавшая вчерашняя рыба, вот. Он много раз отступал от каких бы то ни было принципов, от демократических принципов, от любых. Сам он себе ничего не вспоминает, он ни в одной своей ошибке не признается, кроме того, что он, типа, любил Ельцина и поддерживал, Ельцина тогда поддерживали все, потому что альтернативой ему были, ну, прямо скажем, сталинисты, вот. Поэтому и... Скажи мне, зачем, зачем признавать ошибки? Чтобы, если ты пишешь статью о принципах, ты должен признавать ошибки, ты должен признавать факты, когда ты отступил, легче всего доказывать любую теорему на собственном примере. Ты говоришь о непринципиальных поступках и скажешь, вот, смотри, посмотрите на меня, я Навальный, я говорю, я был непринципиален. Выбор 13-го года, когда брал у «Единой России» голоса, да, и это мне не помогло. Второе я вот забыл сказать, я был непринципиальным, когда придумал идиотское, умное, на самом деле, ущербное голосование, когда голосуете против «Единой России» за любых мудаков, за любых подонков, за любых преступников, только не за «Единую Россию». А какая разница? Мы же сейчас понимаем все, что это «Единый рейх», и там нет никакой разницы, КПРФ это, Мироновская это партия, клоунская, это подразделение Кремля, все одно и то же. Он же поступал за принципами, когда говорил, голосуйте за кого угодно, пусть даже за сталинистов, там сталинисты были, они в своей списке включали сталинистов, антисемитов, любую шваль, нацистскую, любую, только бы не за «Единую Россию», мне это не понять. То есть, чтобы не есть щи, я съем говно. Ну, отлично, конечно, здорово придумано, но вряд ли такой ресторан кого-то к себе, так сказать, привлечет. Так вот, почему я не верю-то, я объясняю. Не только потому, что там, только потому, что там стоит его подпись. Я начинаю сверять написанное с тем, что он сам делал, и я понимаю, что он не раскаялся, и что это он пишет просто для публики, для какой-то, чтобы, ну, он правильно абсолютно делает, что он показывает хотя бы, он еще не дозрел до того, что сказать, что Венедиктов преступник, но он намекает на то, что он не совсем тот, за кого себя выдает. Но, извините, а он сам-то тот, за кого себя выдает, а сам-то он покаялся. И знаешь, и у меня еще споткнулось, да, ну еще, конечно, это, наверное, тоже какая-то извращенная принципиальность. Я вот сейчас ищу текст, но он, кажется, говорит где-то, что он был неправ. Да, он говорит, что он был неправ, когда поддерживал Ельцина и так называемых реформаторов. Ну, ну, значит, извини, а в чем, значит, неправ и ошибался эта риторика? Минуточку. Кого он там поддерживал? Я тоже поддерживал Ельцина. И я был пацаном там, он наложил меня там на пару-тройку лет. Не в этом дело. Он ни разу не говорит, я лично поступался принципами. Он других в этом... Ну, собственно, опять, это жаба Гадюкин. Это жаба и Гадюкин. Мне все равно, что они друг другу будут делать, да? Вот, например, Катерине ей не все равно, она отвечает. А мне все равно, я ему не буду ничего писать. Вот. Мне абсолютно радует, что они друг друга начали съедать. И вот никакими принципами у него тоже не пахнет. Он... У него вот было только два случая, которые я напомнил, да? Это голоса у Единой России. И призыв голосовать за любых ушлепков, только бы не за... То есть обман. По сути дела, обман избирать. Он же тоже вводил избирателей в заблуждение. Голосуйте за всякую шваль, типа мы пропетляем как-то. То есть вот эти две своих принципиально. Я даже не говорю про его шовинизм, про его там ксенофобию, расизм. Ну, хотя бы эти две вещи, ну, признай. Ну, если ты говоришь, что нельзя поступаться принципами, и тут же говоришь, не вспоминаешь, как ты в обозримом прошлом брал помощь у Единой России сам? Ну, чувак, ну, где тут верить? Здесь верю, вот здесь верю, тут не верю, что ли? Ну, здесь селедка, тут рыба, что тут это вообще? Ну, и дальше там. Знаешь, что еще интересно? Ну, и, конечно, он сейчас пишет образцовые такие тексты, такие либеральные. Вот как раз они рассчитаны на Гарвард, вот как раз на таких вот гарвардских стульчиках. Все должно быть идеально, все должно быть по-демократичному у нас, все зашибись. И опять, вот знаешь, вот когда у человека в жопе сидит заноза какая-то, вот знаешь, вот тот о том и говорит. У кого чего болит, и невозможно ничего с этим сделать. И никогда они не уедут никуда. Ни от брата два, ни от дома два, ни от этой эстетики дебильной, ни от чего не уедут. Вот, например, там одна фраза. И вот в этот момент он обвиняет Ельцина и всех, кто из себя там, что вот они поддерживали их там и так далее. И вот в этот момент мы повернули, мы стали не Европой, а Средней Азией. Да что тебе далась эта Средняя Азия? Ты что вообще в тюрьме уже сидишь? Ну, по официальной версии, у тебя все чешутся узбеки, таджики и киргизы? До сих пор с 11-го, с 8-го года, когда ты на русские марши призывал людей ходить, после которых людей убивали, что ж ты не отвяжешься? Во-первых, сама терминология. Средняя Азия не существует. Есть страны Центральной Азии, как не существует Прибалтики. Есть страны Балтии, понимаешь? И вот то, что он написал про Среднюю Азию, это, кстати, мне доказывает, что он сам это все писал. Потому что настолько маниакально ненавидеть граждан среднеазиатских стран может только абсолютный идиот. Вот прям идиот настоящий. То есть он даже тут, ну скажи ты в Азию, скажи ты там, я не знаю, в другую сторону от Европы, скажи ты в варварство, скажи куда угодно. Но он почему-то Средняя Азия. Средняя Азия совершенно конкретные три страны. Точнее, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан. Казахстан это не совсем уже Средняя Азия по советским меркам, но и Казахстан это тоже, в принципе, Центральная Азия. Это Северо-Центральная Азия. То есть, я к чему это все говорю? И тут идет главная ложь в этом письме. Самое главное. Но вообще письмо написано в стиле Аслана-то я и не заметил. Это как, допустим, в году в сороковом или в сорок первом какой-нибудь противник Гитлера пишет статью, где не упоминает о войне, которую ведет Германия. Ну как это вообще все уже на фронте? Уже все горит, пылает, уже все везде там и так далее. И страна по уши в дерьме, в полном дерьме. И ни слова о войне. То есть, знаешь, ну вообще-то как-то это, ну немножко дебильновато звучит как бы. Всех он там клеймит, а про войну. То есть, а может он написал это письмо три года назад? Ну тогда скажите, написано три года назад. Да? Но это же не так. И, значит, теперь. А у меня вопрос. Вот по принципам, да? Ты говоришь, чувак, что в этот момент Россия могла выбрать Европу, а стала Средней Азией. Вот он дословно там, я могу найти дословную эту фразу, но найдите сами, кто хочет. Так у меня вопрос. А сколько геноцидов совершили среднеазиатские государства с момента распада СССР? Ну или хотя бы с того момента, как Россия взяла курс на Среднюю Азию вместо Европы? Сколько территорий чужих стран оккупировало Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и даже Казахстан? Самый большой из них территориально, да? Вот, из тех, кого они азиатами, узкоглазыми называют. Скажите мне, пожалуйста, а в какой стран такая ненависть к людям другого цвета кожи, другого разреза глаз? Таджикистан у нас расистская страна? Или может, Узбекистан? Или может быть, Туркменистан расизм проповедует? При всем неуважении к их правителям и так далее. Там этого нет. Они намного лучше России. И они даже намного лучше той России, которая была в 2013 году или в каком-то еще. Да даже в 2000 году они были всегда лучше России. Они не уничтожали чеченский народ. Они были всегда добрее. Понимаешь, вот мы все депортированные же. Вот мы крымцы, чеченцы в Казахстан и так далее. Но были какие-то проблемы с местным населением. В Узбекистане много было депортировано. В Казахстане, во всех этих республиках. Не знаю, как это в Туркмении, в Узбекистане. Так вот, при всех нюансах, при том, как советская власть натравливала на эти народы, предатели так называемые, больше гораздо позитивных воспоминаний и об узбеках, и о таджиках, и о кыргызах. Нет там расизма. Там люди добрые. У них принято угощать едой, когда человек приходит. У них не принято, я не знаю, резать людей в электричество. Я тебе скажу такую вещь. Я, в принципе, с тобой согласен, по большому счету, что, конечно, мы понимаем, над кем измывались в России, измываются и будут измываться. Но у меня такое сильное подозрение, что в каждом народе есть люди, которые выше, которые ниже. И мне трудно поверить, что есть вот такие замечательные люди, у которых нет никого, кого бы они смотрели вниз и сказали, ну, по крайней мере, мы не они. Это, мне кажется, как бы, ну, человеческое универсальное. Просто, может быть, когда к ним приходит Айдер Муждабаев, он абсолютно не вписывается в того, как у них дискриминация. Мне интересно. Минуточку. Причем тут Айдер Муждабаев? Я повторю вопрос, может, ты не расслышал или зрители, может быть, тоже не обратили внимания. Сколько геноцидов, захватов территории соседних стран совершили жители, народы и государства, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан и плюс Казахстан с момента того, как Россия повернула в их сторону. В какую их сторону-то? Ни в какую сторону, ни в какой Средней Азии они не поворачивают. В Средней Азии нет расизма. В Средней Азии нет фашизма. В Средней Азии нет нацизма. Я думаю, тут мы говорим про империализм, наверное, правильно тогда? В Центральной Азии нет империализма. Там ничего нет. То есть он врет. Навальный соврал. Ни в какую сторону Центральной Азии поправляю я его чисто терминологически. Россия не поворачивала. Россия выбрала абсолютно свой рашистский, фашистский, традиционный путь, с которого она периодически, очень редко сворачивала куда-то, но всегда возвращалась на путь империи, на пути вот этого всего, на путь ненависти. Давайте перечислим, как называются другие народы у русских. Там же ни один народ, ни клички не осталось. Это один из моих любимых мемов, когда картой на каждой на стране написано кто-то, кто они такие. Ну, это россияне, это расисты-интернационалисты. Они ненавидят всех. Понимаешь? Вот, и он, он все пытается оправдать. Россия с кого-то взяла дурной пример, но она ни с кого не брала дурной пример. Она и есть дурной пример. И надо об этом говорить. Не надо говорить, что кто-то ее испортил, какой-то Ельцин там ее испортил. Да, да, Ельцин. Я тоже самое могу сказать про эти. Я просто не понимаю, как можно быть политиком в России или считать себя политиком и не быть каким-то, апеллировать к расизму. Иначе ты оказываешься маргиналом в собственном обществе. Ну, правильно, тогда назови свою статью «Апелляция к расизму» и не пиши про принципы, про демократию. А, ну вот тут Навальный застрял не только в российской тюрьме, но еще между ожиданиями российского электората и западного общества. Потому что если он зайдет слишком далеко, поэтому он говорит о ненависти, такое как бы святое чувство. Я пытаюсь это понять. Он застрял, мне кажется, без выигрыша. Скажи, пожалуйста, а как еще одно, вот просто логику. Я разбиваю все на простые вопросы. Как можно ненавидеть Ельцина и не ненавидеть Путина? Не знаю. И я не знаю. Нет, потому что Ельцин это еще были, ну, он по крайней мере был сам не из КГБ. Еще раз, так он пишет, что ненавидит он даже не Путина больше всего, а ненавидит он Ельцин. Ах, ну в смысле, если возвращаться к его логике. Дайте мне надеть его шляпу. Кого он ненавидит? Это, знаешь, это все время желание бросить под автобус тех, кого уже нет. Вот, ну, опять. Это зэковская привычка. Свалить все на мертвых. Ну вот, это все, что я вижу здесь. Смотри, он никогда не будет политиком нормальным, потому что он не смотрит в будущее вообще. Он показал себя образцовым россиянином, который живет исключительно прошлым. Он не живет. Там вообще ни слова о будущем нет. Это, в принципе, сочинение десятиклассника российской современной школы. Все переписывают, создают историю. Новый учебник истории. На это отвечает Навальный, как он видит, что было. Это такая полемика сейчас. Правильно? Мы в этом живем. Ну, это, наверное, в дурдоме, в каком-то психиатрической лечебнице. У нас вообще-то война происходит. Вообще везде происходит война. Это, знаешь, какой-то еврейский анекдот. Он, значит, вот тут лежит сто долларов. И говорит, вот тут везде шаббат, а тут четверг. Я наклонился и взял, да? Вот, ну, потому что мне надо сто долларов, да? То есть мы можем отменить шаббат для того, чтобы взять сто долларов, которые валяются под ногами, да? Вот это что-то такое, вот, понимаешь, тоже. Да, только тут наказание будет потом. А тут у Навального наказание прямо сейчас. И я желаю ему свободы, потому что я хотел бы с ним дискутировать, чтобы он сидел... Не дай бог ему свободы. Я желаю им всем сидеть где-то за высоким забором, грызть друг другу глотки. Вот, значит... Ну, я не представляю себе этих людей в цивилизованном мире. Вообще, совсем. Потому что они все равно, они только косятся цивилизацию. Они всегда пристроятся. Они всегда найдут себе оправдание. Они всегда скажут, что вот тут шаббат, а тут четверг. Понимаешь? А, извините, мы как раз по этому поводу. Есть такая замечательная подборка. Извини, я знаю, тебе не нравится. Наверное, кажется... Ты, кажется, как говоришь, тебе не нравится Медуза. Я не знаю. Но тут была подборка, есть подборка людей и реакция на выступление Навального. Так приятно, когда кто-то делает за тебя твою работу. И Кирилл Мартынов, к которому я отношусь без особой симпатии, его тоже, насколько я помню, Навальный палил здесь в своем тексте. Кирилл Мартынов говорит, я не участвовал в движении «Наши». Главным редактором «Новой газеты» является Дмитрий Муратов. Я также не защищал фигурантов расследований ФБК. Прошу авторов, пишущих письма Алексея Навального, бережнее заниматься факт-чекингом. Письма политических заключенных – это не твиттер. Твиттера тоже нет. Жаба-гадюку. Гадюка-жабу. Мне очень нравится этот процесс. Я рад, что со всех сторон мы слышим стоны друг про друга. Плевки, они все больше напоминают вот эту сцену собрания русской интеллигенции в Париже из фильма «Прости меня, господи, отца Киосаяна». Значит, как это, «Рожденной революции», что ли, как он называется. «Корон Российской империи». Вот все больше они напоминают вот этот кружок идиотов. Они друг на друга сейчас будут говорить, я не это, я не то. А Медуза чем отличается от Навального? Они дают заголовки про войну в Украине, нигде не пишут слово «Россия». Они не пишут «Российская армия» в заголовках. И в «Лидах» не пишут «Российская армия». Они не пишут, что Россия обстреляла Одессу. Они пишут «В ходе обстрела Одессы». Они не пишут «Россия убила людей в Покровске». При ракетном обстреле Покровска убиты и так далее. Это пишет Медуза, находящаяся в Латвии, 15 лет на свободе, а манеры все зэковские. Не говорить вот это слово, не произносить «Рейх», «Наш Рейх» все равно возродится. Опять я по-русски говорю «Все равно». Понимаешь, «Все равно» до Бержерак. Это любимый герой русских этих самых идиотов. «Все равно» до Бержерак. То есть нам все равно, что будет. И они же все такие люди потусторонние. Их задача главная – раба, выжить. Вот выжить и приспособиться как-то. И вот эти сотрудницы Медузы, сотрудники Медузы, они тоже боятся свой Рейх ругать и Путина ругать. А может быть что-то выгорит. А вдруг я вернусь вот в Москву. А Путина уберут, а я все-таки патриот остался. Я Россию не клеймил. Украинской армии я не помогал. Я вел себя как образцовый расист. Понимаешь, они все хотят приспособиться, проскочить между струйками. И Анатольев им подыгрывает. Он им говорит, вы ни в чем не виноваты. Если вот Ельцин виноват. Посмотрите, какая некрасивая могила у Ельцина. Вот там лежит наш главный враг. А Путин, ну что Путин? Путин – это произведение Ельцина. А что, Путин вообще-то не при делах, что ли? Да это прямое продолжение. А в чем разница-то? Это одно и то же. Просто Ельцин был тогда, общество было чуть другое. Потом Путин увидел, какое стало общество. Благодаря в том, что Ельцин, который войну первую чеченскую начал. И с позором ее проиграл. Так он, это все продолжение этой истории. А почему, интересно, вот еще вопрос. А почему, говоря о принципах, господин Навальный не упомянул ни одного русского олигарха? Не Абрамовича. А, Гусинского упомянул одного. Но Гусинский, видать, денег ему не дал. А остальные что? Спонсируют, да? ФБК спонсируют? Нельзя называть. Абрамовича там, кого еще нельзя? Фридмана нельзя называть. Кого еще нельзя называть? Ходорковский, ну он же не олигарх, он же теперь светочек правды и свободы. Поэтому тут кругом компромиссы. Вот он пишет про бескомпромиссность, а там компромиссы. На каждом углу лежит эта банановая шкурка, на которой просто падает и разбивается в дребезги вся его вот эта, весь его пабс про правду, про какую-то Россию, которую надо будет строить, какие-то честные суды, какие-то реформы. Да какие честные суды, какие реформы? Вы все нечестные до одного. Вы даже не можете своей ошибкой признать. Ни одну. Вы сидите надутые, как петухи на насельстве. Не дай бог перед курами обосраться. Ну понимаешь, что ту Россию, вот эта прекрасная Россия будущего, про которую говорит Навальный, с одной стороны, конечно, и привлекательно. И тут было сказано некоторыми гостями, что в каком-то смысле Навальный выиграл борьбу за будущее России, потому что у Путина мечты на будущее России, а у Навального есть какая-то прекрасная Россия будущего. Но, ну как бы туда не добраться, не добраться туда. Да, конечно, не добраться, но точно туда не добраться, перепрыгнув войну и геноцид украинцев. Вот туда совсем никак не добраться, перепрыгнув через главное. Но это просто, понимаешь, ну вот по содержанию этого письма можно подумать, что Навальный действительно закопан в бункер. Закопан он в этот бункер еще в 2014 году. То, что мы видим, это все какие-то голограммы, двойники, аватары. А вот этот настоящий Навальный, который написал это письмо, он не знает еще. Он не знает про то, что напала Украина в 2014 году. И тем более, конечно, не знает про 22-й год, про 24 февраля. Он не знает про это. Он это оставляет за скобками. Как бы это мы оставим... То есть смотри, минутку. То есть мы делаем, допустим, сок из яблок, но яблок не используем при этом, не берем яблоки, да? Мы, например, рассуждаем, там, не знаю... Ну это идиотизм, понимаешь? Тут даже аллегории не надо. Но это просто идиотизм. Человек не замечает главного события в мире, происходящее сейчас, когда он это пишет. Нет, смотри, вот если брать его как политик, он негодный, можно забыть про него как политик. Смотри, ни один политик, включая Гитлера, включая Муссолини, включая самых больших подонков, до самых умников, до самых лучших политиков в мире, никто не игнорировал реальность. Игнорирует реальность только один тип политиков, один тип журналистов и один тип общественных деятелей. Они называются русские. Они игнорируют реальность, игнорируют геноцид, игнорируют правду, игнорируют принципы. Они даже умудрились игнорируют войну, Ну, понимаешь, тут тебя сразу обвиняют в нацизме какого-нибудь, потому что русские сразу... Потому что русские, ты говоришь русские, значит, ты против... А я как должен их называть, свинособаками, что ли? Ну, наверное, как-то так, чтобы они... Нет, я считаю, что они русские и должны называться так, как они называются. А они, может, россияне или они там... Ну, как бы, как сказать? Ну, нужно какое-то другое слово. Ну, ты знаешь, если человеку нужно... Вот человек обосрался, такой Вася обосрался, а на утро приходит, говорит, знаете, я не Вася, я Федя, я вчера не обосрался. Ну, люди-то помнят все, люди-то знают, кто они такие. И вообще, совершенно неважно, как ты себя называешь. Ты себя можешь вот эти называть, себя русскими, включая бурятов и этнических, там, татар этнических или этнических, башкиров, называть себя русскими, якутов. Все русскими себя называют. Немцы себя рийцами называли. Как ты себя называешь, если ты сам гондон? Тебя называют гондоном. Независимо от того, ты можешь тебя называть банифацием или ипполитом Сигизмундовичем, а все видят, что ты гондоном, будут называть тебя гондоном. Это две вещи. Во-первых, мы всегда называем других нехорошими словами. Это кажется с этими самыми эскимосами. Там какая-то такая история, когда то, как мы их знаем, это какое-то плохое слово, которым их называли их враги. Но то, что мы видим в Соединенных Штатах, это то, что люди черного цвета могут себя называть ужасными словами. И мы как бы так, мы такое не можем говорить, а они могут говорить. Да, они когда сами себе могут себя так называть. Может быть, русские могут себя русскими называть, а мы их русскими называть не можем. Это оскорбительно. Потому что когда-то все то, что ты описал, это ужасные обвинения. И после этого поставить любую группу, это серьезные обвинения. Поэтому, наверное, свинособаки, наверное, лучше. Или Васи. Это я тебе, как такому брутальному русофобу, оставлю такие слова, как свинособаки. Я буду называть их тем именем, под которым их государство, их сообщество преступное войдет в историю. Оно будет называться русский. И символом этого сообщества будет буква Z, как символом арийцев, так называемых. Осталась свастика навсегда. Они себе это сами на лбу нарисовали. Я их не просил это делать.